поговорим мы сегодня о двух вещах о токийском гуле и о ценности человеческой жизни во-первых гуль это аниме сериал который очень хорошо начался прекрасно первые три серии вообще огонь вот и потом началась какая-то дичь невероятная совершенно вот в общем если если собираетесь его смотреть я рекомендую посмотреть первый сезон и последний сезон и потому что то что происходит в середине мне ну я чуть не дропнул его вот серьезно вот и первые первые две серии второго сезона и первые две серии третьего сезона они просто вот вообще меня вот и лучше не становится ну то есть второй третий сезон можно выкинуть и так значит в чем премис данного сериала короче есть гули и гули это существа которые выглядят абсолютно точно так же как люди и внутри тоже как люди в плане там эмоции там ценности там и т.д. и т.п. за все все абсолютно люто человеческое вот единственное две разницы как бы сериал периодически пытаются убедить что единственная разница между людьми гулями это то что гули не могут есть ничего кроме человеческого мяса вот на самом деле гуля обладает сверхспособностями вот и просто в четвертом сезоне ну то есть как бы спектр их возможностей он просто невероятный становится вот поначалу все все ничего просто ну как бы у них есть оружие какое-то да у них есть оружие которое растет из них буквально вот ну и соответственно да регенеративные способности там очень твердая кожа скажем да то есть как бы ножом не проткнуть да то есть как бы это в первой серии еще может быть первых двух сериях не помню главный герой пытается себя проткнуть ножом и нож ломается просто вот две вещи идея этого сериала о том что несмотря на то что мы такие разные но все-таки бы вместе я не могу вот и короче в начале в первом сезоне в первом сезоне довольно часто показывают ну что гули едят человеческое мясо что гули охотятся на людей вот и все в этом духе вот но чем дальше тем реже это становится и и концу четвертого сезона они как будто вообще забыли о том что люди питают гули питаются человеческим мясом и у них в итоге получается мир дружба жвачка люди и гули живут бок о бок а в мире и у них все замечательно все прекрасно вот значит забыл упомянуть да есть организация которая охотится на гули и короче гули от этого очень страдают от того что их убивают вот ну и собственно говоря у них мир между вот этими двумя организациями да соответственно эта организация берет способности гули ну то есть как бы после того как гули убит они забирают его оружие которое из него растет и делают его ну как как оружие которое можно носить в чемодане они все с чемоданами ходят вот и и пользоваться им точно так же как гули в чем проблема проблема в том что ну то есть опять таки да то есть это дикое разочарование потому что первый сезон он был очень многообещающий то есть ну то есть концепция очень такая интригующая то есть как бы ну разобраться с точки зрения философии морали вот с этой с этой дилеммы было бы интересно но что вместо этого вместо того чтобы развивать эту тему о том как как гули могут существовать в человеческом обществе они просто взяли и сделали наруто часть 2 вот и притом плохого наруто часть 2 то есть наруто из филлеров часть 2 да вот потому что ну то есть как бы у нас главный протагонист который буквально копия наруто у нас там во втором сезоне по появляется герой второго плана который копия саски есть организация гули которые копия акацки в общем очень плохо вот вот очень плохо вот все очень плохо собственно говоря ну то есть как бы вот это вот дилемма которая ну то есть которая обозначена в первом сезоне она полностью выкинута к концу четвертого сезона вот и соответственно я хочу продолжить работу которая была заложена но не произведена почему-то да то есть как бы дилемма поставлена но никакого осмысления не произведено на этом часть прогуля закончена святость человеческой жизни в русском языке такое понятие не используется но вот в английском языке словосочетание sanctity of life очень часто бросается когда противники абортов люди которые запрещают женщинам делать аборт они говорят что вот боженька накажет типа это самое тот самый как его плод это это тоже самое что человек он обладает точно такой же ценностью и так далее поэтому аборта делать ни в коем случае нельзя потому что аборта это убийство ну то есть значит на и не про бортом про бортом потом поговорим как-нибудь атеисты взяли этот самый социальный конструкт и тоже с ним носится как списанные торбы точно также как атеисты избавившись от религии оставили себе замечательную плюшку которая называется свобода воли которая вне контекста религии не имеет никакого смысла единственный способ иметь свободу воли это иметь соответственно существо которое тебе ее дает потому что если у тебя нету существа которые тебе ее дают откуда она берется вот ну про свободу воли я уже очень много говорил да детерминизм это свобода все такое вот просто святость жизни да ценность человеческой жизни да то есть как бы самоценность наверное даже лучше сказать да самоценность человеческой жизни она опять-таки растет из религии да то есть любая религия у нас там правило один не убей да но если это не не во имя бога конечно тогда можно вот и правило второе да не убей себя вот то есть самоубийство тоже ну то есть практически в любой религии осуждается люто потому что но опять-таки да я уже об этом говорил да религии не выгодно когда люди которые финансовые и содержат исчезают и перестают ее финансово содержать поэтому самоубийство тоже порицается религией вот собственно говоря атеисты такие я люблю жить поэтому наверное вот мы избавимся там от высших сущностей там от богов там всяких и так далее вот но вот это вот мы оставим потому что мне нравится жить жить это круто вот если если мне нравится жить значит жизнь ценно сама по себе и соответственно как бы чем больше да то есть следующий логический шаг да он ничем не обоснован но он тем не менее есть да то есть как бы мне нравится жить жить значит соответственно чем больше будет людей жить тем будет лучше да то есть соответственно ну то есть веганы еще сильнее развивают вот идея да то есть как бы пусть будет как можно больше не только людей но и всех остальных животных тоже ну и еще да программы ООН вот эти вот которые типа поставляют еду типа голодающим детям Африки они тоже соответственно руководствуют и тем тем же самым да типа как бы вот дети голодают давайте их покормим чтобы они выросли и продолжили размножаться и соответственно да чем меньше голодающих детей тем больше голодающих детей ну то есть как бы дилемма самоубийца да чем больше самоубийца тем меньше самоубийца вот здесь то же самое да только наоборот да чем больше голодающих детей мы кормим тем больше голодающих детей становится да вот и ну то есть как бы эти люди они ну опять таки да то есть любой социальный конструкт делится на две на две категории да те кто пропагандирует социальный конструкт ради своих собственных целей, да, и те, кто введутся на этот социальный конструкт, вот я про вторых хочу поговорить, у них нету понимания, как работает математика, ну, что такое математика, да, ну, соответственно, как бы следующий шаг, да, у них нету понятия экономики, да, что такое экономика, вот, потому что, ну, здесь, как бы, возвращаясь к гулем, да, то есть более наглядный пример будет, да, вот у нас есть люди, для простоты их называем, да, вот у нас есть люди, которые могут есть, только других людей, и у этих людей, которые могут есть только других людей, рождаются дети, которые тоже могут есть только других людей, вопрос, как вы собираетесь их кормить? Ну, то есть, в сериале эта тема вообще никак не затрагивается, они просто, вот, короче, вот эта вот организация, которая убивает гули, она, она плохая, потому что они убивают гули, хотя гули ничем не отличаются от людей, Ну, то есть, как бы, идея вот эта вот, почему-то, то есть, в конце четвёртого сезона идея вот такая, да, то есть, как бы, убивать гулей нельзя, потому что они такие же, как люди, да, то есть, как бы, у них есть чувства, эмоции, там, друзья, семья, дети, там, и так далее, вот, и, как бы, ну, то есть, тема то, что гули не могут ничего есть, кроме человеческого мяса, она нет, не поднимается вообще никак, вот, вот, но, тем не менее, она пропагандирует, что вот, давайте жить, растите и размножайтесь, там очень, там очень любят показывать, вот, у детей гулей, вот, то есть, я так понимаю, ну, с художественной точки зрения, это было, ну, то есть, для того, чтобы показать, что вот гули, они человечные такие, у них есть тоже, там, чувства, эмоции, всё такое, вот, но, то есть, опять-таки, да, вопрос, да, то есть, человек, который, это делал, он понимает сущность социального конструкта, то есть, это манипуляция такая, или он, ну, не понимает, соответственно, то есть, соответственно, он не понимает, как работает математика, не понимает, как работает экономика, опять-таки, да, вопрос, как вы собираетесь их кормить? Как вы собираетесь кормить людей, которые могут есть только человеческое мясо? То есть, как бы, допустим, да, давайте подумаем, да, ну, окей, давайте представим себе, что вот у нас есть действительно мир, да, вот, просто очень-очень-очень хорошая аналогия идет вот этим вот голодающим детям Африки, которых постоянно пытаются накормить, Вот представьте себе, да, вот, заключили гули с людьми мир, соответственно, охотиться гулям сразу же запрещается, ну, потому что, ну, очевидно, да, иначе это не мир получается, да, то есть, какой же это мир, если вы нас жрете? Плохой мир, нам не нравится, да, то есть, как бы, первое, первое, первое правило, первый закон, который введен в мире, где люди гули дружат и живут в одном обществе, первый закон, который будет принят, это то, что нельзя, нельзя охотиться и есть других людей, соответственно, гули все равно нужно кормить, потому что, если гули не кормить, гуль умирает, А умирать нельзя, потому что, ну, жизнь это же ценность, это святое, нельзя заставлять, как бы, человеку умирать от голода, правильно? Вот, соответственно, правительству нужно откуда-то достать человеческое мясо, чтобы этих самых гулей кормить Самое простое, что приходит в голову, мы просто скармливаем все трупы гулям, ну, то есть, как бы, умер человек, там, гули его доедают, грубо говоря, вот, ну, здесь, соответственно, как бы, там, от болезни, от старости, там, от преступлений Есть тело, оно отправляется на сиденье у гуля Допустим Допустим, это работает Как долго оно будет работать? Учитывая то, что, ну, то есть, чем дольше живут гули, тем больше их становится Потому что у гулей рождаются дети У этих детей рождаются дети Ну, то есть, это экспансивное развитие То есть, как бы, чем больше гулей, тем больше гулей Вот, ну, соответственно, как бы, условно говоря, возьмем воображаемые цифры Ну, представим, что в год умирает 300 тысяч человек Вот, и... У нас есть, ну, не знаю, 30 тысяч гулей, которым нужно съедать 10 человек в год Ну, вот у нас 0 на 0 выходит Вот у нас есть 300 тысяч человек, которые умирают каждый год И у нас есть 30 тысяч гулей, которым нужно 10 трупов в год, чтобы выжить Это вот, это то, с чего мы начинаем Дальше Гулей становится больше, опять-таки, да То есть, как бы, если гуль не умирает от голода, он, ну, размножается Его становится больше Прошел год К концу года у нас 40 тысяч гулей Но количество людей, которые умирают, по-прежнему 300 тысяч Потому что, ну, то есть, как бы, с чего бы их стало больше? Вопрос У нас есть 10 тысяч гулей, которые, ну, которым нечего есть Что делать? Ну, то есть, как бы Жизнь, это же ценность Убивать гулей нельзя Потому что они такие же, как люди Кормить их нечем Следующий логический шаг Нужно Начинать убивать людей Чтобы кормить гулей Ну, логично же, правильно? Если, ну, мертвых не хватает Нужно больше мяса человеческого Ну, несколько вариантов есть Решение этой проблемы, да Можно посмотреть фильм Круг 2016 год, по-моему, на Нетфликсе Нетфликс вроде снимал Вот, там 50 человек И они рассматривают Кто должен умереть И кто должен остаться в живых Вот Два примера приведу, да Пример первый Сделаем, как коронавирус И будем убивать самых старых людей Ну, то есть, как бы По порядку, да То есть, как бы, вот у нас есть Общее количество людей Мы начинаем с самого старого Да, ну, здесь, там 100 лет 95 Ну, и так Дополнительные 10 тысяч человек Ну, не так уж много, на самом деле Да, ну, представим Представим, у нас там 100 миллионов 150 миллионов Ну, как население России, допустим Примерно Вот у нас есть 150 миллионов человек Да, вот у нас 300 тысяч умирает каждый год Вот И теперь мы Дополнительные 10 тысяч стариков Отправляем на корм гулям Ну, потому что Гули нельзя убивать Потому что Жизнь это важно Ценно и так далее 100 тысяч Было 300 тысяч Стало, ну, у нас Плюс 10 тысяч гули Да, каждому гулю по 10 Вот, естественно Причина у нас Умирает 300 тысяч человек Ну, и еще 100 тысяч человек Дополнительных Мы убиваем Стариков С конца Чтобы прокормить гули Гули становится еще больше Ну, потому что Опять-таки, да То есть, как бы Если существо Располагает ресурсами Достаточными для выживания Оно Размножается Ну, биология так устроена И рынок так работает Ну, то есть, как бы Если есть ресурсы Значит, идет экспансия То есть, это и с биологией Происходит, собственно говоря Ну, хотя тут Вопрос, что первый Появился рынок или биология Вот Соответственно, да И так как у нас Рост Экспансивный, да То есть, если у нас От 30 тысяч Получилось 10 тысяч Соответственно, от 40 тысяч У нас получается Плюс 12 тысяч Соответственно, нам нужно еще Дополнительные 12 тысяч Человек Чтобы прокормить гули Старики постепенно Начинают заканчиваться Вводим лотерею Ну, то есть, типа Дополнительные нам нужно 12 тысяч Плюс К тем, которые 10 Проводим лотерею Ну, то есть Мы оставляем стариков Ну, то есть, как бы Всех стариков Ну, не всех 10 тысяч Стариков с конца Мы убиваем Для того, чтобы Было мясо Проводим лотерея 150 миллионов человек 12 тысяч Из этих 150 миллионов Вытягивают жерель И идут на корм гулий Ну, потому что нельзя же Чтобы Люди умирали от голода Правильно? Их же нужно кормить Соответственно Идем дальше У нас было 52 тысячи гулей У них родились дети Сейчас математика Начнет меня подводить Плюс 21 тысяча Вроде Ну, не суть важна Идея понятная Главная Ну, то есть, как бы Получается 52 плюс 21 73 тысяча Вот у нас есть 73 тысячи гулей Я думаю, нужно 10 человек в год 730 тысяч человек Нам нужно Отправить на корм гулей 300 умирает Естественно То есть 430 тысяч Нужно как-то убить Чтобы Покормить гулей Я думаю Идея понятна Ну, то есть, как бы Возвращаемся в реальность Вот у нас есть Голодающие дети Африки Которые Которых нужно Обязательно спасти Потому что Ну, человек же не может Умереть от голода Так же нельзя Его нужно накормить Давайте соберем ресурсы И отправим им в Африку Они выжили На следующий год Их стало больше Давайте отправим им еще ресурсы Их стало еще больше Давайте еще им отправим ресурсы Их стало еще больше Как так получается Непонятно В общем-то Это, наверное, все Что я хотел сказать Любите математику Децерминизм Это свобода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok